В Чебоксарах ликвидировали шесть библиотек. Такие заголовки появились в СМИ за несколько дней до Нового года. Постановление о закрытии филиалов 25 декабря подписал глава столичной администрации Алексей Ладогов. В череде праздников эта тема отошла на второй план. Что происходит сейчас и какова судьба Книжного фонда читателей и библиотекарей, выясняла Ольга Пырочкина. Город! Ай, город! Только я сегодня до половины шестого! Да потому что библиотека работает до половины шестого. Сейчас после работы в библиотеку практически никто не спешит, показал наш опрос. Вы в библиотеку ходите? Вот, к сожалению, нет. Почему? Не нахожу для этого времени. Да я в библиотеку практически не ходил, можно сказать. Еще, может быть, в школе еще как-то так ходил, а так нет. Времени не отходил в библиотеку. Работаю с утра до вечера, общаемся, говорим про фактические мероприятия с гражданами. Нет. Почему? Не надо, просто. А где читаете? Интернет. Сейчас информации хватает и из других источников. Читатели уже не те, а вот библиотеки такие же, как и полвека назад. И в этом главная причина пустых читальных залов, считают в администрации столицы. Решить проблему планируют созданием так называемых модульных библиотек или интеллектуальных центров со скоростным интернетом, лекториями и, главное, хорошим и современным ассортиментом книг. Первый модернизирует библиотеку имени Валентины Чаплиной по улице Университетская. Готов уже проект, который прошел экспертную оценку в Москве. Уже в этом году в бюджете города запланировано 10 миллионов рублей конкретно на ремонт вот этого филиала. Полтора миллиона филиал получат на обновление книжного фонда. Однако, если где-то прибыло, где-то непременно убудет. Другая сторона модернизации библиотечной сети столицы изменит статус ряда филиалов. Так, в течение месяца детскую библиотеку имени Марфы Трубиной на улице Мичмана Павлова переведут в гимназию номер 5 в микрорайоне Волжский 3. Правда, сотрудники библиотеки называют такой перевод другим словом. Мы не готовимся к переезду, мы готовимся к ликвидации. Вы читали постановление? Там написано, ликвидировать 6 библиотек. А потом, что такое школьная библиотека? Туда не пустят ни пенсионеров, ни детей дошкольного возраста. Проблем с доступом в школу пенсионеров дошколят и других категорий граждан по заверению чиновников не будет. Так, например, уже сейчас можно стать читателем библиотеки школы номер 1 на Гладково. Люди, когда приходят и говорят, вы хотите в библиотеку пройти, вы их как пропускаете? Мы их записываем, с паспортом приходят, вот документы, вот журнал у нас, посетители. Время указываем, когда, во сколько, куда, к кому зашли, к какой цели. Мы понимаем, что школа социокультурный центр, и в нашем микрорайоне здесь нет библиотек, а это очень важно, если население хочет читать, мы должны в любом случае это поддерживать. Однако остается вопрос о временем обслуживания читателей. Школьные библиотеки, как правило, работают только по будням и закрываются в 16 часов. Так или иначе, это первый этап модернизации библиотечной системы, начали ее с северо-западного района. Там остаются несколько крупных библиотечных филиалов имени Чаплина и Маяковского. Мэрия обещает собрать все мнения людей по этому поводу. Как отметила Алла Салаева, модернизация началась потому, что холодные помещения со старой проводкой и ветхой литературой, какими сейчас являются ряд филиалов, явно не способствуют любви к чтению. И брать здесь надо качеством, а не количеством. Ольга Бырочкина, Павел Редков, Республика.